Республиканские экологи намерены увеличить в ДНР площадь охраняемых природных территорий приблизительно на 1500 гектаров. Таким образом, под охраной государства вскоре могут оказаться порядка 5% территории республики. Планируется регистрация нескольких новых памятников природы и расширение уже действующих ландшафтных парков. В Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР отметили, что в этом году планируется зарегистрировать сразу несколько новых объектов, в их числе памятник природы гора Соколиха, что на востоке республики, недалеко от Тореза. Он будет включать в себя территорию реликтового грабового леса. Также специалисты хотят укрупнить РЛП «Донецкий кряж», включив туда район села Дмитровка. Планируется также расширение территории республиканского ландшафтно-рекреационного парка «Зуевский» за счет местности возле Ольховского водохранилища. К слову, исследования ученых-биологов в ландшафтном парке показали, что здесь на одном квадратном метре можно найти до 10 краснокнижных растений. Это, безусловно, говорит об уникальности такого привычного нам живописного уголка Донбасса. 20 августа, то есть ровно через неделю, в Харцизском технологическом техникуме завершится вступительная кампания. Приемная комиссия начала работать 15 июня и за минувшие два месяца приняла документы от 110 абитуриентов. Выпускникам школ, все еще раздумывающим над выбором учебного заведения для продолжения учебы, тем, кто до сих пор не определился с выбором профессии, наверняка будет интересно узнать, что в ХТТ намерены увеличить количество бюджетных мест. Прием документов от абитуриентов в техникуме ведется по трем специальностям. Это техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования, сварочное производство и документационное обеспечение, управление и архивоведение. После прохождения процедуры лицензирования в ХТТ открыли набор еще по двум новым специальностям и одной профессии. Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, мехатроника и мобильная робототехника, а также мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Приемная компания в целом, анализируя ситуацию в ближайших учебных заведениях, у нас проходит хорошо. Значит, у нас были выделены бюджетные места, мы попросили увеличение бюджетных мест и ждем, что у нас на этой же неделе перед зачислением нам произведет увеличение количества бюджетных мест. На бесплатное обучение в ХТТ, согласно доведенному госзаказу, в этом году могут претендовать 86 первокурсников. Но Игорь Храмов все же рассчитывает, что их просьба об увеличении в техникуме количества бюджетных мест будет удовлетворена. И тогда эта цифра подрастет до 136. Сейчас наибольшим спросом у молодежи пользуются специальности электрика и дела производителя. Было выделено 30 бюджетных мест, уже подано 37 заявлений на электриков. Если, допустим, на базе 9 классов там у нас уже на выделенное количество больше превышает количество студентов, то на базе 11 классов есть еще бюджетные места, на базе, на заочное отделение есть еще бюджетные места. Вот по сварщикам на заочное отделение еще достаточно количество бюджетных мест. Не так живо, как хотелось бы руководству ХТТ, ведется набор учащихся на обучение по двум новым специальностям. По каждой, напомним, техникум открыл 15 бюджетных мест. Изучать, например, мехатронику и мобильную робототехнику пока изъявили желание только 12 абитуриентов. В связи с тем, что это уже специальность, получили лицензию и распределены бюджетные места как бы уже во второй половине, то как бы еще немногие оценили важность этой специальности. Эта специальность входит в России в топ 50 необходимых специальностей. Она одна из самых перспективных и развивающихся, потому что здесь как бы и механик, и электрик, и программист в этой специальности. Стоит отметить, что в новом учебном году ХТТ продолжит практику профессиональной подготовки и переподготовки студентов, а также повышение квалификации по ряду рабочих профессий. Кстати, список таковых с сентября существенно пополнится. Электромонтер по обслуживанию подстанции с сентября набирать, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты автоматики, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Это профессии, которые в настоящее время, учебные заведения у нас в республике, никто не имеет этих лицензий. Это по заказу региональной энергетической компании. Мы готовились два с лишним года, обучали преподавателей. И аналогично мы начинаем работать еще с пятью профессиями для электростанций. Чтобы иметь право на реализацию программы профессиональной подготовки, ХТТ для начала должен получить специальную лицензию, объясняет директор техникума. Для этого учреждение ведет переговоры с различными промышленными предприятиями республики, заключает соответствующие соглашения и отправляет кадры на дополнительное обучение. Так, недавно закончили учебу и получили новые корочки еще восемь преподавателей, то есть почти треть педагогического коллектива. В отпускной период автомобильное движение по транспортным магистралям республики существенно оживилось. И каждому водителю, конечно, надо как можно быстрее добраться из условного пункта А в пункт Б. Между тем, согласно данным госавтоинспекции, с начала года на загородных автодорогах Донецкой республики из-за нарушения водителями скоростного режима произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 46 были травмированы. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Увы, и автолюбители, и профессионалы за рулем нередко пренебрегают этим пунктом правил дорожного движения, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожно-транспортного движения. Водителям следует взять за правило во время движения не реже одного раза в минуту считывать показания спидометра. Эта привычка, по мнению специалистов, позволит избежать аварии и дополнительных финансовых расходов на оплату штрафа. За превышение водителями установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км в час предусмотрен штраф в размере от 510 до 680 рублей. За превышение скорости движения автотранспорта более чем на 50 км штраф составит от 1020 до 1360 рублей. В случае, если нарушение скорости движения повлекло создание аварийной обстановки, водитель может лишиться права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года. В этом году за превышение скоростного режима на загородных автодорогах сотрудниками ГАИ к административной ответственности было привлечено около 700 водителей. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленных ограничений скорости, а также в обязательном порядке использовать ремни безопасности. Целый ряд городских спортивных мероприятий сегодня пришлось отменить из-за ненастной погоды. Предполагалось, что накануне Дня физкультурника в Харцизке пройдут соревнования по легкой атлетике на стадионе, баскетбольный турнир на спортплощадке профлицея и веселые старты под открытым небом возле Дюсеша. Увы, все эти планы были, условно говоря, смыты затяжным дождем. Разве что в шахматно-шашечном клубе сегодня в честь Дня физкультурника все же состоялся небольшой праздничный турнир. Кстати, немногие в Харцизке знают, что о зам этой древней логической игры тренеры городского центра «Спорт для всех» учат дошкольников в детском саду «Золушка», куда сегодня и отправилась наша съемочная группа. Тренер по шахматам Владимир Косманенко больше 10 лет руководит кружком «Белая ладья», организованном на базе детсада «Золушка». Сегодня он проводит очередное занятие в подготовительной группе «Капитошки». Детвора неизменно радостно встречает своего наставника. Очень интересно, в игровой форме подает все знания, начиная с истории шахмат. Проводится на базе детского сада также и турниры, праздники. Вот недавно у нас был праздник истории возникновения шахмат. Приходила шахматная королева, и дети все с изумлением слушали историю возникновения шахмат. Мы очень рады, что с нами работает такой профессионал. Он не то, что профессионал, он настолько любит шахматы и настолько с любовью передает детям, что не научиться и не слушать его просто невозможно. И действительно, дети сегодня наперебой отвечали на вопросы тренера. Три правила шахматного дебюта они знают на зубок. И несмотря на возраст, детский мат им уже не поставишь. В этой позиции это ход плохой, потому что шахи мал, четвертый ход, фельд сбьет. Садись, Коля, молодец. Положительно относятся к таким урокам и родители малышей. Родители очень приветствуют, потому что шахматы считаются королевской игрой. Развивают интеллект, развивают мышление, усидчивость. Эта игра учит детей составлять планы уже в несколько ходов и видеть результаты своей деятельности. Мы уже в Золушке и в средней школе номер 25 около 10 лет изучаем программу шахматы в школе. Курс Сухина. И он как раз направлен на то, чтобы не воспитывать спортсменов, а именно помогать школьникам, ну и вот ребятам в детском саду развиваться. То есть улучшать память, мышление, концентрацию, научить детей самостоятельно действовать в уме. Детям это нравится. Не все, конечно, становятся спортсменами, не всем это и надо. Но развивать мышление и развивать память, конечно, надо всем. В группе Капитошки несколько дошкольников уже встали на спортивную шахматную тропу. Помимо занятий в детском саду, Полина и Кристина тренируются в шахматно-шашечном клубе и уже принимают участие в городских соревнованиях в своей возрастной группе. Девочкам знаком и вкус победы, и горечь поражения. Увлеченность малышей, их успехи не могут не радовать тренера. Будут черные дальше делать трапировку и игра. Детский мат не забывайте, надо уметь защищаться. За новостями из мира больших шахмат детворе еще сложно следить. Впрочем, не так давно и многие взрослые прозевали важное событие. Когда внимание всего мира было приковано к Олимпиаде, увы, на второй план ушел Кубок мира по шахматам, сожалеет Владимир Николаевич. Кубок мира Фиде прошел в Сочи с 12 июля по 6 августа. Тоже очень значимое событие. Очень успешно сыграли российские шахматисты. Женщины вообще разыграли в финале. Александр Костенюк и Александра Горячкина разыграли Кубок мира. Александра Костенюк выиграла и стала победительницей. И в финале также играл российский шахматист Сергей Корякин. С 24 ноября по 16 декабря в Дубае состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам. С действующим чемпионом Магнусом Карлсоном поборется победитель последнего турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий. А уже в 2022 году в Сергей Корякин в турнире претендентов попробуют завоевать право играть тоже с чемпионом мира. Ну кто им будет? Может быть Ян Непомнящий, может быть Магнус Карлсон. Я думаю, что скоро шахматная корона вернется в Россию. Дню физкультурника в ДНР посвящена вторая суббота августа. Из-за дождя спортивная программа праздника оказалась несколько скомканной, но торжественная его часть благополучно состоялась под надежной крышей городского дворца культуры. Сюжет об этом мероприятии мы покажем в ближайшем выпуске новостей. А на сегодня у меня все. Не забывайте укреплять свое здоровье регулярными занятиями спорта. И до встречи на канале ТВ-сфера. Субтитры подогнал «Симон»!